Поздравляю всех! Финальная часть ивента на Фишель началась! Большой всем тюлений привет! С вами на связи Аркадий Толкенвейд и у нас сегодня наконец-то началась финальная часть ивента на Фишель, а это значит то, что всем игрокам можно будет получить эту Фишель. Итак, мы будем проходить коротенький приквест, в котором узнаем продолжение истории Фишель и нового чувачка, а также смоной, и самое главное, мы увидим новый большой метеорит. Принять участие в ивенте ничего не стоит, то есть зачистка самого метеорита работает точно так же, как и горнила в первом нашем ивенте. Ну и для того, чтобы забрать награду, вам необходимо будет потратить 40 смолы. Магазин мы с вами рассмотрим немножечко попозже, давайте сейчас больше сконцентрируемся непосредственно на самом ивенте. Ивент в принципе проходится как соло, так и в кооперативе. Выбирайте непосредственно тот вариант, который вам больше нравится. Нравится больше зачищать с друзьями, играйте с друзьями. Нравится с Солянова заходить, проходите с Солянова. В чем суть ивента? В принципе он даже безобразие простой. Вы берете, уничтожаете всех мобов, которые находятся вокруг вас. За каждого уничтоженного моба вы получаете частичку энергии. Как видите, точнее вы не видите, потому что я здесь нахожусь там, у вас появляется дополнительная кнопка, которая наполняется так же, как ваш ульт, и как только она начинает больше половины заполненной, вы можете сдать эту энергию. Сдать эту энергию можно непосредственно вот в этих вот кругах. Которую вы видите в данный момент на экране. То есть вам нужно подойти, заязать эту кнопку, и вы будете сдавать ресурсы. Если вы получите урон во время того, как вы сдаете ресурсы, то максимальное количество ресурсов, которое у вас было, будет уменьшено. То есть вы их немного потеряете. Поэтому если вы играете в Соло, то ни в коем случае не сдавайте энергию, когда вокруг вас находятся враги. Сначала их всех уничтожайте, а уже потом спокойненько Соло сдавайте. Как это будет проходить в кооперативном режиме, я думаю, один просто будет сдавать, другие будут его стараться прикрывать, чтобы не было возможности ему получить урон. Далее. Какие есть еще маленькие нюансы. Как видите, на шкале имеются промежуточные значения. Как только вы переходите в следующую стадию, то мобы становятся немножечко сильнее и более мощными. Но в зависимости, кстати, от этого еще на вас будут появляться бафы. Да, вот как видите, сейчас в данный момент Сян Лин у меня бегает с аурой. В Соло режиме, в принципе, на них пофиг, потому что вы, в принципе, всегда будете получать этот баф. И вы будете им пользоваться. Если вы играете в коопе, то старайтесь держаться вместе с носителем этого бафа. Баф всегда приятно либо повышает мощность урона, либо же повышает скорость сдачи непосредственно энергии. Поэтому просто посматривайте под ноги союзникам. Возможно, это вам поможет для более скорого прохождения ивента. И вот, к примеру, я как первый раз проходил ивент, у меня прохождение непосредственно самой фазы заняло 6 минут. Ну, потому что, во-первых, это для меня было в первый раз. Я много чего не знал. Меня несколько раз чукали. Ну, я думаю, если проходить в коопе, то, скорее всего, займет минуты 2-3. В хорошем варианте, если вы в фуллпате будете заряжены. К тому же, если вы помните, во время всего ивента, если вы возьмете всех персонажей, которые активно принимают участие и имеют бонусы, то есть там Тарталья, Мона и другие, вы будете получать на... наносить на 60% больше урона. И, как следствие, более быстро будете закрывать этот ивент. Поэтому отдавайте предпочтение непосредственно персонажам, которые используются в этом ивенте. Окей, с ивентом, в принципе, разобрались. Мы его просто зачищаем и в конце появляется, хотелось бы сказать, цветок, но нет, не цветок. Мы просто подходим к этому упавшему метеориту, сдаем ресурсы и получаем большие куски метеорита, которые уже можем тратить в магазине. А вот давайте на магазин сейчас посмотрим повнимательнее. Самое главное, не забудьте, что в магазине у нас появилось еще три дополнительных квеста, где можно получить еще пачку примабгемов, пачку моры, а также пачку кристаллов. Поэтому обязательно выполните их, халява, как говорится, не бывает халявнее. И самое главное, что нас интересует, это, конечно же, магазин события, сущность звезды. Здесь у нас можно купить очень много книжек. Из расчета то, что за 40 смолы мы получаем как минимум 50 осколков, то это значит, что мы покупаем 3 золотых книжки. Вы понимаете, вот этот вот весь магазин надо выкупить максимально. И в первую очередь, само собой, надо купить корону, потому что корона нужна будет для прокачки ваших талантов на высоких уровнях. С 12-го, либо 13-го уровня она вам потребуется. Что касается волшебной руды. Я бы вам сказал то, что, в принципе, на нее можно забить. Потому что волшебную руду вы, в принципе, можете получать из мира, собирая просто вот эту зеленую руду, которая везде находится, и перегоняя ее в волшебную руду. Но если вы вдруг потратили смолу, то можете, конечно же, купить ее, но я вам не советую. В первую очередь, нужно выкупить максимальное количество книг и корону. Тематики уже с Reddit и с YouTube посчитали то, что всего необходимо будет, если тратить всю смолу, которая у вас приходит в течение суток, надо будет потратить 3-4 дня полноценных для того, чтобы можно было забрать все ресурсы без ресурсов для прокачки оружия. Как видите, общее время самого ивента 6 дней 18 часов. Это значит то, что даже если вы будете тратить не всю смолу, вы спокойно сможете забрать всю необходимую вам валюту в магазине. И к тому же, если вы не сразу начали ивент, вы еще сможете вторую часть доформить, потому что она никуда не делась, она остается, и спокойненько можно дополучить недополученные маленькие осколки. Ну и само собой, самое главное, нам нужно как минимум 7 раз зачистить упавшую звезду, причем неважно, собираете вы ресурсы оттуда или не собираете, просто 7 раз поучаствовать и вы получите халявную фишель, что в принципе достаточно приятно. Ну, по крайней мере, я так считаю. Ну вот, в принципе, на этом у нас разбор ивента заканчивается. Ивент получился очень-очень-очень вкусным. Я надеюсь, то, что другие ивенты будут повторять механику этого ивента, имеется в виду по наградам. Механику, конечно, хотелось бы какую-нибудь новенькую. Ну вот, в принципе, и все. Всем благодарен за просмотр, надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться на канал, приходить на наши стримы. У нас скоро намечается следующий большой розыгрыш. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok